Футбол был и остается наиболее массовым и популярным видом спорта. Именно горячее желание играть в свою любимую игру заставляет студентов, да и взрослых, работающих в разных сферах людей, после трудового дня надевать форму своей команды и выходить на футбольное поле, чтобы выяснить, кто больше достоин победы. Мы побывали на стадионе в поселке Совхозном на территории спортшколы Виктория, где созданы отличные условия для проведения состязаний и потому славянские любительские команды с удовольствием здесь играют. Встреча футболистов славянского сельхозтехникума с соперниками из рисового сельского поселения командой Спарта проходила с явным преимуществом техникума. Они гораздо больше владели мячом, четче передавали его друг другу, больше, а главное, точнее били поворотом. Словом, их победа уже после завершения первого тайма почти ни у кого не вызывала сомнений. Болельщики команд с радостью встречали каждое удачное действие футболистов. И очень интересно посмотреть, как они выкладываются. Ну, ребята молодцы, можно сказать, что сейчас болеем за зеленых. Это наша славянская команда. Ну, я думаю, что это очень нужно и надо желательно, чтобы больше зрителей было, больше молодежи на этом было. Это будет как раз пользу давать всем. Активность и самоотдача спортсменов-любителей вызывают восхищение верных болельщиков. Иногда даже удивляюсь, иногда даже так не могут, ну, профессионалы, может, как получается у некоторых. Так что это очень интересно. Встреча завершилась убедительной победой команды Сельхозтехникума со счетом 12-2. Эта команда начала первенство не совсем удачно, но в последних турах побеждала и быстро поднималась вверх в турнирной таблице, оказавшись уже на пятом месте. Они тренируются. Они физически видели сами, готовы. То есть перебегали соперника и технически оснащены намного лучше. Ну, и голов, естественно, из-за этого получилось сегодня много. Еще второй круг впереди. Будем стараться залезть в тройку. Бой дадим всем. Команда «Динамо» Славянского ОВД встретилась со «Спартаком» Коржевского сельского поселения и одержала над ним верх со счетом 6-2. Динамовцы входят в тройку лидеров первенства, что для них совсем не является новинкой. Эта команда всегда претендует на высокое место. Наши амбиции только на первое место рассчитываем. Ну, а как игра покажет, это уже поле. Ну, на поле будет видно. Как этот сезон развивается для вас? Ну, для сезона, конечно, с первой игры не очень пошло. Анастасийская проиграли. Но потом в дальнейшем поражений практически не было до предпоследнего тура. Прибрежкой мы сыграли 4-3, проиграли. Но все впереди. Только первый круг закончился. Поэтому будем настраиваться на второй. Первое и второе место в настоящее время у урожая из прибрежного поселения и Анастасиевского Олимпа, которые выступают сильно и ровно, выиграв по 8 матчей в 9 турах. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События». Программа «События».